Добрый день, мои зрители! Вы на спортивно-игровом канале Wabon Games и я приветствую вас в рубрике прогноз. Самым интересным поединком вторичных матчей Лиги Чемпионов будет являться матч в Лондоне на Emirates Stadium, где местный Арсенал будет принимать Мюнхенскую Баварию. Сейчас команды занимают кардинально противоположные места в группе F. Бавария первая с шестью очками, а Арсенал последний, не набрав ни одного пункта в двух матчах. Многие, в том числе и я, считали именно эти два клуба основными фаворитами за выход в плей-офф Лиги Чемпионов. А если Бавария целиком и полностью справляется со своим заданием, то игра лондонцев пока не впечатляет. Два позорных поражения от средних команд из Хорватии и Греции, и Арсенал из фаворитов превратился в аутсайдеры группы. Особенно стоит отметить поражение от Олимпиакоса на своем поле со счетом 2-3. В этом матче игроки Арсенала вроде бы все правильно делали. Больше контролировали мяч, больше соперника атаковали, но финальный свисток зафиксировал провальный для лондонского клуба результат. Да, у Арсенала есть шансы на выход в плей-офф, но они мизерные. Ведь лондонцам предстоит провести два поединка с Баварией. Мюнхенцы же наоборот прекрасно выступают в турнире и добрые две сухие победы над соперниками с общим счетом 8-0. И тот уровень футбола, который демонстрируют подопечные гвардиолы, впечатляет. Добавить три очка в этом матче Арсеналу будет очень сложно. Но другой результат практически перечеркивает возможности попадания команды в весеннюю часть Лиги Чемпионов. Арсенал, конечно, будет биться, чтобы снова не опозориться перед своими болельщиками. Но у меня есть серьезные опасения относительно положительного результата этого поединка. Матч Арсенал-Мюнхен вовсе не обязательно побеждать Баварии. Но игроки Баварии тем и славятся, что могут не выкладываться по полной, а все равно достигать необходимого результата. Я, значит, ребятушки, что вам могу сказать по этому поводу? Я играю за Арсенал не потому что, скажем, в противовес вам и в противовес Баварии, а потому что мой прекрасный админ группы ВКонтакте, если вы там еще не подписаны, то можете подписаться и познакомиться с ним, Андрей Болельщик Арсенала. Но другой мой тоже не менее прекрасный админ, которого тоже зовут Андрей Болельщик Баварии. И вот противостояние Андреев сегодня в группе состоится, но я как бы ближе к английским клубам. И вот именно из-за этого я беру Арсенал, а не Баварию, и буду пытаться сейчас помогать лондонцам победить в этом прогнозе. А может быть и этим самым помогу лондонцам победить в реальном матче. Ладно, все, меньше разговоров, больше дела. Давай-давай, Вабонище, тебе надо пытаться что-то поделать вот с этими треугольниками Баварии. А вы видите, как сумасшедший, даже компьютер играет за Баварию. Очень похоже в контроль мяча в стиле вот этих быстрых коротких передач, которые, ну, разрезают просто оборону любого клуба и в том числе моего. Так что Петер Чех и его команда будут сегодня очень сильно напрягаться. Кстати, я абсолютно не уверен, что именно Петер Чех займет место в воротах в этом матче. Но, учитывая, что два предыдущих Аспина провел так себе, и думаю, все-таки Арсен Венгер наконец-то решится поставить своего основного голкипера на матч Лиги Чемпионов. Посмотрим, посмотрим. Вот у нас, кстати, хорошая подача на жиру. Там не будет пенальти случайно? А то у нас в FIFA любят такие пенальти ставить. Нет, не поставили. Но жалко, жалко. Сейчас могло бы это очень сильно помочь Арсеналу. Дуглас Коста. Лучший игрок в этом сезоне в Баварии, если не брать Роберта Ливандовски. Это лично мое мнение. Может быть, вы с этим не согласны. Может быть, вы считаете, что на втором месте, например, Нойер, который два последних матча в Лиге Чемпионов на ноль отстоял, да и в чемпионате Германии Бавария так лайтово выиграла со счетом 1-0, но Нойер там тоже несколько раз отличился. Может быть, вы считаете, что это Мюллер, например, тоже человек, который действительно стал много забивать. И в атакующей игре Баварии занимается чуть ли не первое место. Так что у каждого свое мнение. Но лично мне нравится Дуглас Костла. Все потому, что человек новенький в этой команде. И он своей... Бле, хомуха! А почему? Так поздно отдал передачу. И такой был момент великолепный сейчас. Просто новому всегда сложнее. А тем более, когда ты приходишь на место великого футболиста, а если кто-то не считает, что... Блин, да попади же ты в ближний угол, Рэмзи! Ну как же так, а? Там передача ни одна не приходила, поэтому я решил пробить, хотя бы угловой заработать. Понятно, что Нойера таким ударом практически пробить нереально. Но все-таки сегодня я вот играл в сезоны в обычные. И мне Дехея... У меня Дехея пропустил такой гол прям в ближний. И сам себе забросил мяч. Так что, может быть, и Нойер на такое здесь способен. Так вот, о чем это я? О том, что Рибери, конечно, потерял место в составе. И даже после того, как он вернется после травмы, я думаю, французу пора подыскивать себе новое место работы. Все-таки вряд ли Гвардиола оставит его в клубе, либо даст ему игровую практику регулярную, постоянную. Таким Дугласом Косте хочется играть и играть. А человек реально влился классно в коллектив и проявляет себе характеры, лидерские качества. И характер показывает просто... Ну, красавец. Короче, мое мнение, это лучший игрок после, естественно, Ливандовского... Ой, штанга, ой-ой-ой, штанга. После Ливандовского в немецкой команде. Ну, а если говорить про Ливандовского, то здесь и слов-то не надо. Можно просто посмотреть на цифры. Человек забивает уже... Ой, я уже сбился со счета сколько-то там больше десяти мячей в течение пяти матчей. Да, ну, это что-то с чем-то. Человек, который действительно может принять мяч из любой, по-моему, позиции. И даже если он ему направляется в спину, и он его абсолютно не видит, но все равно Ливандовский разворачивается каким-то неимоверным движением, обрабатывает этот мяч и готов пробить поворотом соперника. Так что... Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Моя ошибка, очередная ошибка. FIFA 16 приводит к тому, что пропускаем мы. И, кстати, Хаби Алонзо, да, забивает гол, я так понимаю. Пас вперед. Пас вперед – это большущая ошибка в FIFA 16. Это с чем нужно работать. То, к чему ты привык в 15, ты не можешь сделать того же самого в новом симуляторе. Просто вот пас вперед, видели? И все. Обрез тут же. Тут же обрез и передача на выход. 1 на 1 с ротарем. Ладно. 43-я минута. Прости, Андрей Линченко меня, чтобы понимали, если что, про кого я говорю. Андрюха я пропустил. А Андрей Ковальчук наоборот. Теперь радуется 100%. Ну, это так, скажем, еще не все потеряно. Свисток. Ну, это я, наверное, нарушил правила. Да. Это я нарушил правила. Передача Рэмзи и Мюллера 100%. Ни разу не ошибались. Первый тайм. К концу у нас подошел. 1-0. Гости впереди. Гости, конечно же, фавориты. И об этом мы уже разговаривали. В моем новом суперпроекте о прогнозах. Там уже никаких компьютерных игр. Там только все серьезно. Только хардкор, как говорится, реальные прогнозы среди очень известных людей на Ютубе. Так что, я думаю, если вы еще не понимаете, о чем я говорю, еще этого не видели. Как же так опередить Мюлера вверху и не попасть в пустые ворота. Какой момент был у Арсенала. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так вот, если вы еще не понимаете, о чем я говорю, то обязательно найдите одно из предыдущих моих видео. Прогноз от Фифера. Называется «Новое шоу» на канале. И зацените. Поставьте лайк. Напишите комментарий. Может быть, пожелания какие-то у вас есть. Так что, за всем за этим, я надеюсь, вы следите и не пропускаете. Ладно, давайте к игре. Есть, есть шанс у Арсенала. Очередной отбор. Очередная быстрая может получиться хорошая контратака. Санчес. Санчес. Удар. Да почему же такой слабый удар надо было по центру отдавать? Вот только сейчас я увидел, что там один игрок стоял. Абсолютно. Ай. Ай-яй-яй. Бавария просто... Посмотрите. Посмотрите, как Бавария опускается вниз. Да она даже в Фифе идеальна. Она просто идеальна. Я не знаю, что с ней делать. Буатенк этот, его не пройдешь, по-моему. Хорошо. Ах, очередной мог получиться. Быстрый отбор. Мощный прессинг ставим. Но футболисты Баварии из этого прессинга умеют выходить. Так что... Не знаю. Не знаю, как у нас все это с вами получится. Но я пытаюсь. Я действительно пытаюсь. И вы это все прекрасно видите. Еще один обыгрыш. И... Тут же. Это мое нарушение правил. Да, я так понимаю. Да. Так. Давайте подумаем над заменами. Волк-то озил. Так. Так. Выпускаю. Тимберлена сюда. Жиру вместо Волка-то. Хоть и скорости тут не будет. Но будет зато... Зато будет борьба. Все. Остальных всех тех же самых игроков оставляем. Жиру-жиру. Навязывает борьбу и заставляет выбить мяч. За боковую линию. И аккуратненько пошли, 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 пошли. Футболисты Арсенала. Двигаемся поступательными движениями. Ну, только не такие потери. Ну, что за прием, а? Ой. Что за прием? Зато у Баварии с контролем мяча все просто в порядке. Отложенный тут будет штраф. Даже не сомневайтесь. Скорее всего, желтая карточка. Еще одно нарушение правил. Ну, просто невозможно у Мюллера мяч отнять. Он его закрывает корпусом. Как бог. Ах, вот здесь было близко. Хорошо. Хорошо. Пас вперед. Сейчас практически без ошибки тут. Да ладно, неужели я нарушил правила? Ну, судья, ну как так? Очень не хочется, чтобы Арсенал вылетал. Честно могу сказать. Да, опять нарушение. Ну, вы посмотрите, я любое движение, какое я не сделаю, это всегда удар по ногам. Всегда. Ой. Ребятки, ребятки. Арсенал Бавария. 5 против 0. Нарушение правил. И а удар по воротам, но не точный. Очень не хочется, чтобы Арсенал покидал так рано Лигу Чемпионов. Все-таки команда действительно может показать в этом сезоне определенный результат. Но, во всяком случае, лучше, чем в прошлой сезоне. И хотя бы пройти стадию 1-8. По игре с Олимпиакосом было видно, что у Арсенала все в порядке. А по игре с Манчестером тем более. Но в последнем туре английской премьер-лиги Арсенал победил тоже у нас с нулевым счетом. И все вроде и там в порядке. Но вот, опять же, игра с Олимпиакосом показала, что проблем в обороне у лондонского клуба более чем предостаточно. Но тут положение вне игры более чем предостаточно. Так что хочется пожелать хорошей игры в обороне против Баварии. А в атаке у Арсенала что-то получается. Но и там такие исполнители, с которыми не получаться не должно. Так что чуть больше везения. И, возможно, будет победа арсенальская. Но в этом мало кто верит. Слишком уж Бавария хороша. Посмотрите, посмотрите просто, как они мяч передают. Но это вообще, это что-то с чем-то. Лам проталкивает мяч себе по краю. Но подача не точная. А вот этот, передача, может пройти? Нет, конечно же, там Буатенг. Зачем? Как она пройдет? Зачем это надо? Буатенгу это неинтересно. Так, в суператаку переходим. У нас слишком мало времени. Мне нужно попытаться отыграться. Что ж такое? Хорошо. Помочь, помочь Оливье. Помочь надо Оливье. Хорошо. И Алексис Санчес не дают, не дают пробить. Ну просто сумасшедшая оборона. Просто какая-то сумасшедшая. Вроде казалось, уже под ногой мяч лежит у Санчеса. Но последний момент. Защитники Баварии этот самый мяч выбивают. 90 минута. Три добавленных. У Арсенала были шансы. Но боюсь, что теперь эти шансы все исчезли. И вот он, финальный свисток. 1-0. Поражение домашних хозяев. Что сказать? Что сказать? Сказать, надеюсь, что будет интересный футбол в этом матче. В реальной уже встрече. Я, конечно, надеюсь, что прогноз не пройдет. Но если он пройдет, то значит, так тому и быть. Ну а болельщиков Баварии поздравляю, конечно же, с победой в этом прогнозе. У них очень большие шансы в этом году на победу в Лиге Чемпионов. Все. Не забывайте подписываться на канал. Ставить лайки. И до скорых встреч. Всем пока. Насколько им это удастся. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это начало. Вот это начало, ребятушки. Вот это начинается у нас наш прогнозик. С первого же удара по воротам Юрия Ладыгина. Хотя, скорее всего, ворота будет...